Активистку из Якутии Розу Дьячковскую затравили в сети за то, что она написала в директ Леонардо Ди Каприо, сообщив ему о якутских пожарах. Вместе с ней Леонардо написали тысячи якутян, которые просили Леонардо Ди Каприо обратить внимание на то, что происходит в их регионе. 27-летняя якутянка Роза Дьячковская смогла обратить внимание известного кливудского актера на лесные пожары, бушующие сейчас в Якутии. Сама Роза из Якутска в настоящее время проживает в Бангкоке. По образованию девушка-эколог и работает в IT-сфере. Девушка рассказала, как ей удалось достучаться до голливудской звезды и что он пообещал сделать. Когда собрала всю информацию, поняла, что масштабы беды просто огромные. Сразу в голову пришла идея написать Леонардо Ди Каприо. Я помню, что он отстоял леса в Амазонии. Эти леса очень долго горели, а Леонардо говорил, что это легкие планеты. Их обязательно нужно тушить. И, кажется, даже сам принимал участие в тушении пожаров. Поэтому я решила, что ему надо написать в первую очередь. Ведь легкие планеты – это не только леса в Амазонии, но и в Сибири. Я начала каждый день писать ему о том, что Якутия горит. Отмечала его во всех сторис, писала посты. Не будет преувеличением сказать, что тысячи якутян писали Леонардо Ди Каприо. И, наконец, через три дня он обратил на это внимание и ответил, – рассказала Роза. Голливудский актер пообещал Розе поговорить с уполномоченными властями, чтобы понять, как помочь. Также он сказал, что рассмотрит возможность публикации о лесных пожарах в Якутии на своей личной странице. Однако власти Якутии посчитали, что справятся и без помощи Леонардо Ди Каприо. Рады, конечно, что мировая общественность и звезды обращают внимание на ситуацию. Тем не менее, на территории республики наши силы занимаются тушением пожаров и ситуация на контроле, заявили в эфире Пятого канала заместитель министра экологии Якутии Сергей Сивцев. Казалось бы, все хорошо, но внезапно девушки начали писать сотрудники МЧС, работники местных органов власти и даже пилоты вертолетов, которые боролись со стихией. Люди ругали ее за то, что она рассказала о проблемах в республике, вместо того, чтобы рассказывать, как все в Якутии хорошо. Сегодня плачущая девушка опубликовала неоднозначное видео, в котором попросила отписаться от нее и пообещала удалить все материалы об экологической катастрофе. Дорогие земляки, пожалуйста, отпишитесь от моего аккаунта. Я больше не буду освещать тему пожаров в Якутии на своей странице. И вообще нигде. Дело в том, что еще неделю назад я была невидимкой, обычным человеком. решила просто помочь родной республике привлечь мировую общественность к данной проплении, чтобы все обратили на это внимание. чтобы приняли меры для того, чтобы пожары все были потушены. Я думаю, что моя цель достигнута сейчас. Все силы брошены на то, чтобы потушить пожары. Поэтому моя помощь больше не требуется. Я хочу больше не заниматься этой темой и просто вернуться к своей нормальной, обычной жизни. Когда я была обычным человеком, и у меня никогда не брали интервью международные телеканалы. Поэтому, пожалуйста, отпишитесь, и я удалю все посты про лесные пожары в Якутии. Хорошо? Я очень надеюсь, и я верю, что эта история будет со счастливым финалом. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы это так было. Хорошо?